К программу «Вести» обратились жители одного из многоквартирных домов Черкеска, которые пожаловались на неисполнение подрядной организации благоустройства их дворовой территории. Проект превысил все допустимые временные рамки. Так стоит ли горожанам ожидать завершения установки детской площадки, выяснял корреспондент Артур Мхце. Эта территория по Советской 73 в Черкесске давно должна была стать детской игровой зоной. Двор не вошел в федеральный проект благоустройства, но по просьбе горожан помочь в создании комфортных условий для малышей вызвались члены регионального парламента. Летом прошлого года жители многоквартирного дома встречались с представителями мэрии муниципального образования и депутатами-единоросами. У нас находится площадка на пересечении четырех дорог на перекрестке, это первое. Очень часто мы вылавливали буквально своих детей с колес машин. И второе, она была уже действительно в непригодном виде. На что нас наконец-таки услышали, пообещали нам сделать, нам показали проект, согласовали с жильцами. Были определены фронт работ и подрядная организация, но как нередко случается, что-то пошло не так. Когда стало понятно, что согласованный с горожанами проект остался у них лишь на бумаге, люди обратились в мэрию за разъяснениями. На что получили официальный ответ, в котором было указано, что в отношении недобросовестного подрядчика в настоящее время проводится проверка. Так как строители нарушили все допустимые сроки, специалисты муниципального образования направили запрос в региональное управление Федеральной антимонопольной службы. Процедура займёт 10 дней рассмотрения обращения УФАС. УФАС также даёт 10 дней подрядчику для устранения данных нарушений. Если подрядчик уже не устранит эти нарушения, подрядчик будет внесён в реестр недобросовестных подрядных организаций. То есть на территории КЧР он больше не сможет выполнять никакие строительные работы. Старые игровые комплексы перенесены на газон. На одном из них ничем не закреплённом детке по привычке продолжают играть. Каждого малыша оттянуть подальше от ставшей ломом горки попросту невозможно. Кто ответит, если вдруг произойдёт несчастный случай? А ведь эта территория не единственная в городе, которая нуждается в завершении начатых когда-то работ. На что указали представители регионального народного фронта. В рамках федеральной программы по благоустройству городской среды, к сожалению, весь 2021 год, не в подобной ситуации, но не в такой запущенной, но в подобной ситуации. Потому что куча нарушений. По моим сведениям, дворы ещё не сданы с 2021 года. То есть вот мы тоже работаем, ведём претензионную работу. Мы направили в мэрию города Черкесска 20 мая перечень по каждому двору. Тем не менее, на дворе уже 2022 год. И полным ходом идёт благоустройство новых территорий из ранее составленного списка. Что касается детской игровой зоны по Советской 73, то находившийся на встрече с жильцами подрядчик пообещал выполнить работы в течение месяца. В противном случае в отношении организации могут быть применены ранее озвученные представителям мэрии санкции. Дальнейшее будет находиться на контроле у городских властей и регионального народного фронта. Артур Махце, Роберт Джигутанов, Вести, Карачаев, Черкесия.